Здравствуйте! Сегодня на обзоре тестер аккумуляторных батарей HW586, он же модуль определения емкости, он же Гоша, он же Юрий. В течение 10 минут я расскажу для чего он нужен, сколько стоит, как подключается, какие функции у него есть. Это крайне простой и бюджетный модуль, который позволит определить емкость любого аккумулятора напряжения до 15 вольт. Принцип действия прибора с первого взгляда прост. Почему с первого? Просто попробуйте собрать такую же штуку за 200 рублей. Лично мне такие цены кажутся волшебством. Какова же себе стоимость модуля на родине, если этот тестер стоит дешевле одного аккумулятора 18650? Так вот про принцип. Подключаете питание к прибору, подключаете балластное сопротивление, подключаете исследуемый аккумулятор, выставляете нижний порог напряжения, ждете пока аккумулятор разрядится, смотрите результат. А теперь подробнее. Набор состоит из самой платы, двух сопротивлений по 7,5 Ом каждая и мощностью рассеивания 5 Вт. Также в комплекте есть 4 ножки, которые приподнимут оголенные контакты платы над поверхностью. Отдельно к ним продают акриловые корпуса, что повышает безопасность, но ощущения уже не те. Сама плата состоит из 4-сегментного дисплея, клеммной колодки на 4 вывода, 3 кнопок управления и разъема USB мини для питания. Характеристики. Напряжение питания от 4,5 до 6 Вольт, ток потребления не более 70 мА, измеряемое напряжение от 1 до 15 Вольт, шаг 1,1 Вольта. Напряжение отсечки от 0,5 до 12 Вольт, максимальный ток 3 А, шаг 1000 доля А. Погрешность измерения напряжения 1%, погрешность измерения тока 1,2%. Максимальное измерение емкости 9999 Ач. Размеры платы 50 на 37 на 17 мм, вес платы 28 грамм. Например, у нас есть аккумулятор, емкость которого мы хотим измерить. Будем использовать аккумулятор формата 18650, так как он самый распространенный. Нужно знать его максимальный и минимальный уровень заряда. Если не знаете, информацию можно найти в интернете. Для аккумуляторов 18650, нижний предел где-то 3 Вольта. И уже ниже 2,8 Вольт наступает глубокий разряд. Верхний предел 4,2 Вольта. И выше 4,3 Вольта срабатывает тепловая защита. Под давлением расширяется газ внутри аккумулятора, выгибается пластина. И хороший аккумулятор превращается в тот самый песчаный аккумулятор из китайских пауэрбанков. Его можно, конечно, оживить, но лучше после этого застраховать квартирку от пожара, так как защиты от перегрева больше не будет. А, например, автомобильный аккумулятор имеет верхний уровень 14,4 Вольта, а нижний 10,5 Вольт. Чем ближе вы подбираетесь к границам при эксплуатации аккумуляторов, тем меньше ресурс батарей. Все границы названы условно, потому что существуют разные производители аккумуляторов и вольтметров. По грани обывателю лучше не ходить, надеюсь, это и так понятно. Зарядим наш аккумулятор до верхней границы любым имеющимся способом. Подключаем тестер к питанию, подойдет любая зарядка от телефона. Подключаем аккумулятор к средним клеммам тестера, плюс к плюсу, минус к минусу. Прибор нам сразу довольно точно выдает напряжение на аккумуляторе. Кнопками плюс-минус устанавливаем нижнюю границу или, другими словами, уровень отсечки. На этом уровне измерение прекратится и аккумулятор перестанет разряжаться. В крайние клеммы устанавливаем резисторы. Если поставим один штатный резистор, то ток разряда будет 0,5 А. Если два параллельно, то ток разрядки будет 1 А. Если два последовательно, то 0,25 А. Чем больше ток разряда, тем быстрее будет измерение. Но если аккумулятор будет стоять в приборе, который потребляет 0,25 А, а вы его будете тестировать на 1 А, измерения будут неточными. Чем выше потребление тока, тем сильнее просядет изначальное напряжение на аккумуляторе. И там, где на четверти А прибор потихонечку продолжал бы измерение, ток в 1 А уже давно остановит измерение по отсечке. Так что для точных измерений учитывайте, где будет применяться аккумулятор и устанавливайте нужное сопротивление. Частенько просто по падению напряжения без всяких приборов можно определить состояние аккумулятора. Если вы подали нагрузку и напряжение просело на 1 В, то этому аккумулятору как раз уже пора в китайский пауэрбанк. Вот вроде весь ролик реклама, а сколько полезного рассказал. Не пожалейте лайк и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Мы подключили питание, сопротивление, исследуемый аккумулятор, выставили отсечку. Теперь нажимаем кнопку ОК, пошли измерения. Начинает довольно бесячо мигать лампочки. На экране поочередно показывается оставшееся напряжение, ток разряда и отданная емкость в ампер-часах. Показания сменяются каждые пару секунд. Чтобы выбрать определенные данные, нажмите на кнопку ОК. Показания будут поочередно фиксироваться с каждым нажатием. Выберите нужное и оно останется на десяток секунд. Потом результаты снова будут чередоваться автоматически. Нажатием на кнопки процесс измерения прервать не получится. Нужно отключить питание тестера. По завершению также бесячо мигает результат в ампер-часах. Для повторного измерения лучше отключить прибор от питания для его перезагрузки. Вот есть сборка из первых аккумуляторов, которые я когда-то заказал из Китая. Еще с того Алиэкспресс, на котором названия товара звучали типа «Восторг, вафля, оригинал, батарея, завод». А какие были цены? Она стояла в роботе-пылесосе, переведенного с никеля на литиевый аккумулятор. Прошло много лет, и сборка, если можно это так назвать, стала быстро просаживаться, хотя напряжение держит хорошо. Если целиком ее подключить к тестеру, толку не будет. А если прогнать все четыре элемента по одному, то выяснится, что расслабилась всего одна баночка, и емкость она выдает около 150 мАч. Останется только заменить ее на ту, у которой емкость будет примерно равна 3 оставшимся. В данном случае это около 2000 мАч. При работе с прибором на дисплее могут возникать следующие ошибки. Arrow 1 – это напряжение на аккумуляторе выше 15 Вольт. Пользуйтесь делителем напряжения, понижающим модулем, либо замеряйте сборку частями. Arrow 2 – напряжение на аккумуляторе ниже выставленной отсечки. Проверьте соединение или зарядите аккумулятор. Arrow 3 – высокое внутреннее сопротивление. Несите новый аккумулятор. Arrow 4 – высокая нагрузка. Arrow 5 – выводы строя цепей измерения тока. Несите новый тестер. Прогоним прибор на ошибки, чтобы визуально показать, как они могут получиться. Для этого вместо батареи будем использовать лабораторный блок питания. Начнем с ошибки, которая выскакивает, когда у нас напряжение выше 15 Вольт. Установили 15,6. Здесь у нас стоит параллельно два резистора. Здесь у нас подключение. Подключаем питание. Здесь у нас видна разница между напряжениями. Почему так? Я не знаю. Врать может кто угодно. И когда у нас 16,25, нажимаем ОК. Он нам показывает, что у нас здесь 9 Вольт и Arrow 1. Это как раз значит, что напряжение аккумулятора выше 15 Вольт. Так, собственно, и есть. Если, например, мы сейчас полностью отключим наш аккумулятор и нажмем еще раз ОК, то вылезет ошибка Arrow 2. Напряжение аккумулятора ниже выставленной отсечки. Что мы и видим. Отсечка у нас мигала 0,5 Вольт. А здесь у нас вообще 0 получается, потому что аккумулятор не подключен. И вышла ошибка номер 2. Теперь подключим наш блок питания. Снова. Теперь выставим 13 Вольт. У нас здесь стоит два резистора. Здесь у нас 13 Вольт. 13 мы умножаем на 1, получается 13 Ватт. А оба этих резистора рассчитаны на 5 Ватт. То есть максимум 10 Ватт они могут рассеять энергию. Нажимаем кнопку ОК. И вот он выдает нам Arrow 4. Это значит высокая нагрузка. То есть приборчик бережет наши резисторы от перегорания. Вот на Arrow 4 хотелось бы подробнее остановиться. Поскольку балластное сопротивление выставляете вы сами, что не очень удобно. Ах да! То это самое балластное сопротивление нужно правильно рассчитать. И частенько в этом бывают ошибки. Скажем, если у вас ток разряда 0,5 А при одном резисторе и напряжение 10 Вольт, это предел для 5 Ваттного резистора. И если напряжение будет 12 Вольт, прибор выставит ошибку Arrow 4. И пока вы не поставите два резистора последовательно, то есть не снизите ток до 0,25 А, прибор будет выдавать ошибку. В теории. На практике я добился другого уровня индикации. В центре резистора загорелся красно-желтый индикатор и шел сигнальный дым. А по корпусу пошла контрольная трещина. Не помню, как я это сделал, но повторить несложно при желании. Так что если вы хотите разрядить автомобильный аккумулятор максимальным током 3 А, вам потребуются более мощные резисторы. Вычислить их номинал несложно. 3 А мы умножаем на 15 Вольт и накидываем 20% защиты от китайского качества. Получаем мощность примерно 55 Ватт. Сопротивление сборки тоже несложно высчитать. 7,5 штатных Ом дает нам 0,5 А. Искомые 3 А мы делим на 0,5 А, получаем число 6. Далее 7,5 Ом мы делим на 6. Получаем примерно 1,3 Ома. Получаем мощность рассеивания 55 Ватт и сопротивление 1,3 Ома. Вот такая нужна сборка для данной задачи. Всего каких-нибудь 20-30 часов и вы получите результат. В этой маленькой дешевой платке заключен большой потенциал и обширное применение. Если сделать в ней симпатичный корпус и удобные гнезда для различных типов аккумуляторов, не стыдно будет продавать такие агрегаты с наценкой в 10 раз. Мне лично лень. Как обычно, если немного поискать, у китайцев уже сделано гораздо качественнее, дешевле и, прости господи, надежнее. Например, функция определения емкости встроена в такую универсальную зарядку Литокала ЛИИ 500, которая тоже есть в продаже. Эти платы, а также большое количество различных модулей и инструментов для электронщиков, можно приобрести у меня в профиле. Есть сама вывоз из Санкт-Петербурга и доставка в регионы. Спасибо за просмотр и удачи!